Девушки отдыхают Не сыты, всё хорошо Это поправильно Чё ты без субтитров разговариваешь? Да чё тебе надо? Ага У меня есть всё, что вы хотите Кроме наркотиков Слишком большая конкуренция Да не нужны мне никакие наркотики Слушайте, я недавно в этом городе и хотела узнать Ты неужели? А так прямо и не сказось Так что для тебя достать? Пока что я не собираюсь ничего покупать Ну, ну, это магазин Тут ведут дела Они шатаются просто так Я не шатаюсь Ты меня сюда позвал И это всё детали Знать, это тебе нужна помощь Ну, давай Я ищу место, которое называется Предел А, Предел Так ты знаешь, где это? Не-е-е Конечно, знаю Не знаю Так может быть, ты мне расскажешь? Да-да, конечно, разумеется Купи чё-нибудь и расскажу Нет, смотри Перейдёшь на другую сторону перекрёстка Найдёшь я, Милана Через тоннеля Пройдёшь до площади Флоренции И ты уже там На другой стороне? Спасибо Не за что Не за что И удачи Чё там по поводу наркотиков? Давайте разлюбопытство Здравствуйте Ага Что ты имел в виду, когда говорил про наркотики и конкуренцию? Рынок наркотиков в Венеции Очень опасная стука В Венеции Очень опасное место Для юной леди не подходит Особенно Для симпатичной Юной леди Я не собираюсь тут задерживаться Ну, тогда поскорее делай свои дела А потом убирайся Как можно скорее Но я не видела тут никаких банд Ну, ты не видела Они есть Самая большая Это С экспириации Глупые имена Глупая одежда Очень-очень большие пуски Только Они ведь и все дети Заработали пару юаней торгой и наркотой И Вдруг И стали серьезными Дядь Безумными Говорят Вступить в банду Это лучший способ вызвать А я Говорю Что вступить в банду Это лучший способ Себя Угробить Спасибо В следующий раз Купи Ну, она хоть рассказала Знаете Вот некоторые Тупо говорят Купи иди Расскажу Или Не знаю Выполни для меня 20 тысяч квестов И я тебе расскажу Все Все, что ты хочешь Ой Она такая маленькая Жить на улице в ее возрасте Даже представить себе не могу Каково это Короче, к сожалению Та фраза не повторяется Поэтому почитайте Я думала, что она будет говорить Если я сниму фокусировку Но что-то как-то нет Лестницу перекрыла полиция Кажется, эти часы не работают Раньше, наверное, это был красивый район Но сейчас Но сейчас все плохо Мы поняли Может, поговорим с ними Не стоит тебе подслушивать Личные разговоры Других людей, дамочка Возвращайся туда Откуда выползла Оставь нас в покое Да Тебе лучше убраться отсюда Пока тебя никто не увидел Дамочка Судя по виду У тебя есть деньги Ты телепатией, да Общаешься То есть Мне писерты К сожалению Открывать не умеют Теперь я вижу смысл В использовании этих бочек Пойдемте по этому мосту Вы же узнаете этот мост Что-то я аж как-то подавилась Ну, естественно, здесь локации Хорошо Будут несколько подробнее Потому что в квесте The Longest Journey Естественно, многие локации пропускались Мы просто приходили Непосредственно в следующую Локацию Хорошо, тепло Так Ян, ты чё? Ничего Чё тут Грязище, конечно Дичайшее Неоткрывабельно Так, вот он этот дом, да Наш Угу Чё-то тут как-то Совсем плохо, да? За 10 лет Тут чё-то вообще Всё-всё плохо Плохо Прям стало Мягко говоря Вот он дом Эйприл Помните? Вот этот вот Проход Вот этот канал Вот этот Скамейка Господи Во что ты превратился Домик мой? Здесь, помните Стояла вот эта вот Машина Тук-тук Динь-дон Не отвечают Да ладно Да пофиг дым Это же наш домик Родименький Господи Как тебе время-то Изуродовало Прям так Знаете, вот когда я первый раз здесь проходила Наткнулась на этот дом Мне прям сердце Кровью облилось Прям Прям вообще плохо стало Грустняшечка Я знаю, что мы пошли не в ту сторону Нам нужно было туда В кафе Чарли Все это понимают Но я хотела сперва сюда сходить Да Ладно, пойдемте потихоньку Вот, кстати, знаете Я люблю, когда В игре дождь сделан так Что ты его прям чувствуешь Вот здесь Ты его чувствуешь Дождь еще очень хорошо чувствовался В Sleeping Dogs Отвали сестренка Оставь меня в покое Я уже почти шекспирианец Мне даже имя скоро дадут Курит Сколько тебе лет? Двенадцать? По голосу-то все тридцать Или двадцать Не уверена, что хочу знать, что там Да ладно Ой, нет Лучше снова не пробовать Ой, жалко, конечно Что у нас сейчас дети Двенадцатилетние Ой, это та самая дверь Помните? Священная Вот, помните? Ой, ой, тихо Помните, да? Ракурс узнаете? Да? В общем, жалко, что даже В нынешнее время Двенадцатилетние детишки Особенно мальчишки Уже ведут себя примерно так же Как тот пацан Это все очень грустно Здравствуйте Я могу поговорить с Чарли? Кто это? Меня зовут Зои Я подруга Резы Я его ищу Я думала, может быть Он был у вас? Я не знаю никого По имени Реза Извините Всего хорош Ерихон Подождите Он репортер Пишет под именем Ерихон Ладно Заходи Ну что, приятно Голоса сохранились Из первой части Вот те же самые Прям вообще Чарли, покажись Чарли Ух ты, как тут все круто стало Прям вообще круто И ресепшн Я ищу Чарли Он там Около бара Видимо, он выкупил этот бар Спасибо И стал владельцем, да? Я не помню Просто, ну, по-моему, очевидно Ой, подождите Прежде чем я с ним поговорю Давайте, может, так изучим Хоть что-нибудь Бонсай Мне нравится Мне нравится, как у них тут все сделано В японском стиле Мне тоже А они здесь на безопасности не экономят Это замок военного класса Видимо, в этом квартале Иначе нельзя Факт Дерево Бонсай Так понятно Не, ну круто, да? А, Чарли Чарли, Чарли Это Чарли Извините Чарли, это вы? Да Зои, да? Ты сказала, что Ты подруга Я же подруга его Блин, дурак А если вы такие хорошие друзья Зачем тебе понадобилось Вот так его разыскивать? Неужели нельзя просто позвонить? Это долгая история Но пропал Иерихон расследует одно дело Поэтому ушел в подполье Мобила отключена Может быть, он в опасности Мне необходимо его найти Слушай, Чарли Он оставил мне сообщение Там было твое имя Это единственная зацепка Которая у меня есть Ладно Я тебе верю Я разговаривал с Иерихоном Пару дней назад Он позвонил Задал несколько вопросов И я ответил Вот и все Я не хочу ни во что вмешиваться У меня свой бизнес И мои клиенты Не любят огласки Извини, девочка Я хотел бы тебе помочь Но Больше я ничего не знаю Если у тебя есть информация Я за нее чем угодно заплачу Неужели? И чем же? Деньгами? Или ты предлагаешь мне Что-нибудь другое? Например, себя? Я Я не Не надо отвечать на этот вопрос Девочка Я все понял Наверное, ты очень любишь Этого парня Это все, что я хотел узнать Слушай Твой друг был здесь вчера вечером Он сказал, что есть вещи Которые по сети Лучше не обсуждать Он хотел выяснить кое-что Про то место, где я когда-то жил Оно называлось Кардон Кардон? Это был пансионат для студентов Им управляла англичанка Фиона У нее и Ерихона узнал мое имя Теперь там сделали отель Отель Виктория Странное место Ерихон хотел знать про это здание все Входы Выходы Планы этажей Все детали Он мне не сказал, а я не спрашивал Но думаю Он собирался туда пробраться Зачем? Ходят слухи Говорят, что это место на самом деле Не отель А прикрытие для Не знаю и знать не хочу Как я уже сказал, есть Слухи Какие слухи? Слушай Здесь у меня всякие люди бывают Я много чего слышу Только если я начну трепаться Мне крышка Если я потеряю клиентов Я потеряю бизнес Черт Учитывая какие люди приходят сюда повеселиться Я могу потерять не только бизнес Так что пойми меня правильно Я хотел бы тебе помочь Но, как я уже сказал твоему другу Больше я ничего рассказать не могу Я понимаю Значит, Юрихон интересовался планировкой этого дома Как ты его назвал? Кордон Отель Виктория Да, я сказал ему, что под зданием проходят канал И что там есть задний двор С тех пор, как воду спустили По каналам можно передвигаться А попасть в здание можно Наверное, с заднего двора Юрихон вчера пошел туда? Этого я не знаю, девочка Честное слово Мы поговорили, а он ушел С тех пор от него не было вестей Ладно С этого хотя бы можно начать Отель Виктория Мы поговорили, а он ушел Я сейчас путаю что-то Он в самом начале говорил то, что Мы разговаривали пару дней назад Он говорил про телефон Или он просто сказал то, что мы разговаривали? Что-то ты сейчас задумался Ладно Спасибо Спасибо, Чарли Я очень ценю твою помощь Не за что, девочка Дай мне знать Дам Чарли-то вон как изменился, да? Стал таким Бизнесменом Ну как бизнесмен? Ну вы поняли Нет, давайте все-таки Вы спросим про предел Чарли? Да Ты хозяин этого заведения? Нет Я тут только управляю Правда, раньше оно было моим Купил по дешевке после коллапса Думал, что дело наладится Но этого так и не случилось Со временем мне удалось его продать И новые владельцы наняли меня Чтобы я управлял заведением С новыми вложениями нам удалось поднять его на ноги Сейчас это одно из самых популярных мест в Ньюборте К нам приезжают шишки со всего мира Приезжают Закатывают вечеринки И на следующее утро уезжают Вот этот дуром Габавно Десять лет назад это было популярное студенческое кафе Предел Я работал здесь барменом Этот район Венеция Здесь было так здорово жить Нам казалось, что это лучшее место в мире Пожалуй, так оно и было Какое-то время Другой мир Другие времена Коллапс многое изменил Да к черту Он все изменил Ты всю жизнь прожил в Венеции? Иногда мне так кажется На самом деле я приехал сюда учиться Когда мне было девятнадцать Венецианская академия изобразительных искусств Она была знаменита Она и сейчас известна Но совсем по другим причинам А тогда это была лучшая художественная школа в городе После коллапса я какое-то время жил в центре Мне нужно было держаться от Венеции как можно дальше За последние десять лет здесь все полетело к чертям собачим Даже больше, чем в остальном Ньюпорте Я здесь не живу Здесь никто не живет Только те, у кого выбора нет А что ты изучал в академии? Ха Я тебе скажу Только обещай не смеяться Я изучал танец Честно? Я был мальчишкой Мне казалось, что если очень захотеть Я смогу сделать все, что пожелаю Я так верил в себя И в этот мир Увы Жить верой и страстью можно только до тех пор Пока не столкнешься с реальностью Я немного поболтался там, но У меня было плохо с деньгами Мне пришлось бросить учебу и найти работу Когда такое случается, приходится взглянуть правде в глаза Твоя жизнь не станет такой, как ты надеялся И твои мечты Они больше ничего не значат Ты теряешь веру, но Жизнь продолжается Кроме того, посмотри, к чему это привело в итоге Я хорошо устроился Я счастливый человек Так что отказаться от своей мечты Это не всегда так уж плохо На счастливого он как-то совсем не тянет, да? Мягко говоря А где он нахуй? Было Было Хорошо Мы там уже были, в принципе Мы уже знаем, куда идти Я могу подняться Дай куда там Ладненько Ну, как мы с вами помним По первой части Фиона, Эмма И, в общем-то, Чарли Они были злы на Эприл За то, что она им ничего не рассказывала Что у них какие-то проблемы И в итоге Эмму, кажется, да? Подстрелили Но она вроде как выжила Ну, в общем, как вы понимаете Отношения с друзьями Немножечко поднатянулись И, возможно, даже прекратились Узнаем в будущем Ну, судя по тому, что Эприл торчит в Меркурии И в ее окрестностях Скорее всего, так и есть Правда? Так, ладненько В канал можно спуститься Вопрос как? Вот так Фу, блин Чашку кофе Так, подожди, а что тут? Если мне память не изменит Мне тут то ли что-то подобрать надо То ли что Что такое? Через заколоченное окно пробивается свет Ага Во Что это? А, я, ага, ага, ага Сейчас, сейчас подвинем Давай, женщин Двигай еще Почему сразу нельзя подвинуть Под нужное окно? Без... О, ты какая-то немощная Все Все Да, подожди, а тут что? Ничего Ничего Никого Он стоит прямо под окном Удобно Удобно Залезай, что Наверное, это окно ведет в подвал отеля Ну Наверное Наверное, это окно ведет в подвал отеля Так, мне, видимо, его нужно раскочевряжить, да, чем-то Потому что она вообще ничего не может с ним сделать Так, ладно Может, что найти Подожди, а у меня есть что? Нет, только мобильник Вот смотрите Подъем по лестнице осуществляется Ну ВС, да? Ну или стрелочками На-на-ни-на-на-на-на-на-на Хе-хе-хе Правая рука делает страшные движения Почему нельзя было Почему нельзя было Двигать этот контейнер так же С помощью вот этих вот А может и можно было, кстати А, может А, надо вот это А, нет, может не проверим Жалко Может просто зажимать надо было Кто же знает ЛТ Естественно, не откроется Здесь цепь висит с хреновиной О, отпечатки Отпечаток Задняя дверь Наверное, именно через нее Реза попал внутрь Так, ладно Но только там кровавый след Это печалит Что ж ты делаешь? Привет, это я Я выяснила, где был Реза Вчера вечером В месте, которое называется Отель Виктория Но мне нужна твоя помощь Конечно Что тебе нужно? Ты только не волнуйся Мне нужно взломать один замок А, ну ладно Даже не стану спрашивать, зачем Как он выглядит? Черный, обычный Синий свет Маленький дисплей Да просто стандартный замок Клавиатуры нет Так что, видимо Он открывается только ключом Я могу его взломать? Извини, солнышко Подобные штуки Обычно не подключены к сети Они работают на коротких волнах Тебе нужно подобраться к нему вплотную Тебе понадобится отмычка Какая отмычка? Что-нибудь более-менее современное Должно получиться Если только это Не какой-нибудь особый случай Не думаю Просто замок на заборе Тогда подойдет любая отмычка Если она работает на разных частотах И у нее универсальный интерфейс А большинство отмычек Именно такие Постараюсь что-нибудь раздобыть Спасибо, Лиф Ладно, не зря позвонили Я думала, можно как-то применить телефон На этом деле Но она взяла и позвонила Как бы Тоже неплохо получилось Пойдемте к этому китайцу У нее наверняка что-нибудь есть Правда ведь? Как же тут выход-то? Бежим Сейчас опять ползать здесь Господи Как мне не хватает Быстрого перемещения Из The Longest Journey Все мокрые и вонючие Мало того, что водолазка промокла под дождем Так еще джинсы мокрые по колену Ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Давай, китаец, порадуй меня. Давай, давай, скажи мне хорошее, что у тебя есть всё, что мне нужно. Сюрприз, сюрприз. Она вернулась. Знать тебе что-нибудь надо? Таааа. Мне нужно вскрыть замок. Ааа, какая прелесть. Собираешься покуситься на частной собственность? Хорошо, очень хорошо. Объяснять ничего не надо, я никому не скажу. Но, извини, тут я тебе не помостника. Отмыть её себе, проданы. Я думала, ты сказал, что можешь достать всё, кроме наркотиков. Хааа, какая забавная девчонка. Ты мне нравится. Ладно, ладно. А мозг у меня на складе стоит завалялась. Она попользованная, но ничем не хуже новой. Даже лучше. Вскрывает замки, сделанные в последние пятнадцати лет. Я беру сколько? Подожди, подожди. Может, я и кажусь седром старичком, но это не дёшево стоит. К тому же осталось. Ладно, ты хороший покупатель. Но в Венеции отмытьки ценятся больше, чем деньги. Так у тебя это есть, но ты не хочешь продать. Ну, огромное тебе спасибо. Не так быстро. Ты мне нравишься. Ты с огоньком. И я хочу помочь. Может, обменяемся? Но у меня нет ничего, на что можно меняться. Только мой мобильник. Мобильных не надо. У меня их и так и слишком много. Дешевые. Моеденчайно. Высочайшие качества. Так что тебе нужно-то? Ну, помоги, мне надо отсюда выбраться. Мобила не очень интересна. Но мои покупатели все параноики. Они хотят быть невидимыми. Если бы я мог сделать мобильники невидимыми... Тут вроде маскировки для мобильного. Да-да, мне это очень не пригодится. За такое Тотина можно отдать от мытья. Мы можем ему тут скопировать? Нет? Держи. Спид управления. Я тихо ненавижу его моментами. Где лифт позвонить, чтобы она как-нибудь переслала? Это ты? Ты нашла отмычку? Вроде того, но мне понадобится твоя помощь. Конечно, дорогая. Что тебе нужно? Я пытаюсь купить у продавца отмычку, но он говорит, что деньги ему не нужны. Ему нужен софт. Софт у меня есть. Что ему надо? Помнишь маскировку, которую ты мне дала? Ты можешь переслать мне копию, которая будет работать с другими мобилами. Такую нет. Я не стану раздавать ее кому попало. Но у меня есть другая маскировка. Не такая мощная, как твоя, но все равно хорошая. Я шлю ее тебе, пока мы разговариваем. Уверена, когда он ее увидит, он тут же даст тебе все, что ты попросишь. Очень приятная штучка. Получила. Спасибо, лифт. Ты лучше всех. Именно так, солнышко. Удачи тебе. Созвонимся. Знаете, вот я чувствую себя иногда лифт, когда вот кто-то из знакомых просит меня помочь по дизайну там или еще что-нибудь. Сразу себя чувствуешь так хорошо. В общем, эго. Оно такое. Так, видимо, можно просто поговорить, да? Ты уже вернулась? Да. У меня есть как раз то, что тебе нужно. Это маленькая программка для мобилы, для любой мобилы. Она маскирует телефон так, что око и небо не могут его отследить. Интересно. Такую программу сложно найти. Словно. Ага, сейчас он получит. Скажет, пошла в саку со своей отмычкой. Отмычка. Отмычка. Откуда ты ее получила? Это действительно... Да иди ты в пень. Где ты ее взяла? Стояла перед твоим носом, разговаривала по телефону. Ох уж эти квесты. Так. Этот. Та-та-та-та-та-та-та-та-ра. Ой, жалко так домик, конечно. Знаете, вот... Как сказать... Когда я играла в оригинальной The Longest Journey, и, в общем-то, вот это место у меня представлялось каким-то более просторным, что ли, да? Каким-то... А тут так, оказывается, все... Все грустно. Так-то, да? Ну, че? Дай бог теперь понять, как пользуются отмычкой, че. Потому что я не помню. Кстати, возможно, имеет смысл сохраниться. Ох, боже. А это на время? А че надо... Так, нет, подожди. Давайте позвоним нашей бабище, она нам объяснит. Ага, хрен. Так, хорошо. Что мне надо сделать? А че это надо сделать-то? Подожди. А-а-а. А-а-а. Сейчас. Ой-ой-ой. Подожди, подожди. Здесь есть квад... Нет, квадратик. А-а-а. Мне, наверное, надо, чтобы вот здесь вот, да, были совмещены все. Правильно? Подожди. Ну, ладно. Здесь совмещены, получилось. Хорошо. Ай, подожди-ка. Нет, так нельзя делать. То есть я как бы могу сделать... Вот, мне надо сейчас вот эту вот так вот подвинуть. Вот. Эм. Теперь нужно, чтобы там была вот эта штука. Так, сейчас, подожди. А как-то все равно не очень получается. Потому что вот она должна быть тут. Блин, подожди-ка. Ой, господи, боже мой. Отдай мне штучку. Э. Вот так пускай будет, да? Так, сейчас. Нет, подожди. Хотя нет, подожди. Аллилуйя. Ладно. Я чертов гений. Не скажу, что это прям было очень просто. Но, как бы, и не очень сложно. Так, если мне память не изменяет... Здесь надо поаккуратнее быть. Потому что звуки тут уже нехорошие начались. И здесь, по-моему, что-то обитает. Толь собака. Да, собака. Короче, ждем поезда. И дуем к двери. Только какой? Здесь у нас, кстати, стекло. Надо на него не наступить. Не думаю, что тут заперто. Но петли явно заржавели. Могут заскрипеть. Короче, нам туда... Ну да, скорее всего. Короче, ждем поезда. Дуем к той двери. Мой поезд. Давай ты долго будешь ехать. Спокойно. Ждем еще одного поезда. Мне это что-то напоминает все. До ужаса. Открывай дверь, пока поезд едет. Вон, я что-то там вижу. Топорище какой-то. Горшки. Ладно, не будем рисковать. Будем ждать до посты. Я лучше 10 минут здесь простою в ожидании поезда, чем попаду из собаки. Топор. Что еще тут есть? Ничего, хорошо. Ждем поезда. Кстати, вот поразительно. Предыдущая... Ой. Не предыдущая, а вот та, которая была раньше. Предыдущая. Короче, третья. Она была прям такая упоротая. Я там так жестко тупила. При этом я там была в нормальном состоянии. Вроде как. Сегодня. Как, в общем-то, и вчера. Во вчерашней серии. В четвертой. Или какая там уже у нас по счету-то идет. Я после двух часов сна. Ну и таинственным образом. Так, а как мне... А, вот так вот, да? Туплю меньше. Мне интересно, здесь по стеклу пройти или вот там вот по листве? Наверное, все-таки по листве надежнее будет, да? Звуки, конечно, пипец. Покойно. Так, нет, я пока не буду открывать. Похоже, дверь новая и тут везде кровь и чьи-то отпечатки. Идиотка, мне дверь не нужна. Мне нужно... Нужно окно. Она не открывается. Да мы уже поняли. Я совсем забыла про окно, если честно. Окно? Так, цепочечку... Нет, не будем брать, да? Хорошо. Валим. Тарам-там-тарам-тарам-тарам-тарам-там. О, господи, я сейчас чуть не закончилась. Я не люблю, когда вот игры вот так вот сохраняются. Потому что у меня такое ощущение, что они зависают. Это пугает. Нельзя так со мной. Ой. Как умудрилась? Как это вообще возможно? Так, замечательное место. Инта, что такое? Видимо, пригодятся, бери. Нет, нельзя помочить тряпку в бензине, да ладно. В этой ничего нет, пусто. Ничем не пахнет, но внутри явно что-то есть. Может быть, вода? Ну, может быть. Все может быть. Ладно, у нас тут есть бензин. Естественно, ничего не работает, топлива нема. А, не, нормально, смотри, заработала. Господи, где я? Выход, может быть? Господи, ужас. Что? А, топорище. А, сейчас сделаем факел, короче. Подожди. Где мой бензин? Так, обо что? Давай, суй туда. Куда-нибудь. Так. Скорим начался. Местами, конечно, игра жутковата. Я ничего не могу сказать. Тут что-нибудь есть? Явно что-то есть. И мистическим образом. А что так открылось-то прям сразу? Так не должно быть. Прелестно. Сейчас. О, боже. О, комнатка Эприл. Из первой части. Она показывала... Она просто исчезла. На экране был номер 201. Наверное, это номер комнаты. Я думаю... Думаю, она хочет, чтобы я открыла шкаф в номере 201. Интересно, Реза пришел сюда за этим же? Шкаф. Ну, помните, первое наше, можно так сказать, путешествие в мир параллельный? Параллельный был именно через шкаф. Нарния. Это какая-то система безопасности, кажется. Ладно, наверное, мне просто так показывают эти двери. Здесь чего нет. Пойдемте. Блин, эта девочка, конечно, пугает меня. Вот реально звонок какой-то. Сейчас здесь-то нифига не откроется. Что там? Какая там еще дверь-то была? Какая-то черная, непонятная. Господи, темно, как в заднице. Факел-то у тебя есть? Ну, конечно, нет, господи. Так, вопрос тогда. Где вот та дверь, которая там еще показывалась? Еще одна. Покажи мне ее. А то я что-то не въехала. Это мы тут были? Я даже не знаю, где эта дверь. Какая-то арка, какой-то стул и коробки на углу. Арки, стул, коробки. Это явно не тут. Нет, это она не хочет открывать вообще. Так, вопрос дня. Может, это вообще не тут? Хотя, где? Ой, зачем я это сделала? В этой ничего нет, пусто. Хорошо. А, нет, ну, слушайте, мы не вылезем. Либо я здесь из-за этого порта камеры что-то не вижу в упор. Подожди, я. Че я, кстати, паристый. Почему я не могу зажигалку вот здесь включить? Мне же не видно, нифига. Так. Нет. Господи, вот. Не люблю такие моменты. Я не понимаю, куда мне эта проблема. Здесь ничего нет. Кровь. Господи, надеюсь, это не... Ну, знаешь... У меня проблема, ребята. Я не вижу эту дверь дурацкую. Арка. Какой-то угол. Здесь только темнота. Нифигашечки не видно. Факел у нас исчез. Я не смогу туда вернуться. Слишком высоко. Ну, знаешь, могла бы подпрыгнуть, наверное, и зацепиться. Ага, поняла. Это что-то вроде зажигалки. Кстати. Я понимаю, что это глупо. Нет, тоже, в общем-то. Слушайте, ну у меня проблема. Я не вижу дверь, в которую мне надо. В упор причем. Это не открывается. Туда зайти мы не могем. А, подожди. Блин, может отмычка его отковырять? Замок дурной. Потому что, ну, очевидно, что здесь двери нема. Нет. Телефон? Нет. А что делать? Она сразу начинает ломиться. Она не хочет не изучать ничего. А что делать-то? Может, что нажать надо? Когда нам показывают. Что-то как-то не очень получается. Ой. Это система безопасности. Она контролирует камеры в здании. Ну и чего? А, это обратная, небось, сторона. Где двери? Все понятно. Так, тогда вопрос. Как открыть эту дверь? Не очень понимаю, если честно. А. Фу, блядь. Бывает. Нормально. Они еще двигаются, блин, сволочи. А, так, квадратик. Вот ты. Кружочек. Кружочек, кружочек. Где ты? Черт тебя дери. А, черт. Я молодец. Не вижу теперь вообще в упор. Не люблю такие загадки. Я слишком слепошарая для них. А, ну ладно, ок. Так, подождите, я там ошиблась или нет? Потому что значки тоже поменялись. Ладно, не важно. Потом пересмотрю. Какой-то непонятный чел. Издалека похож на Кортеза. Но это не он. К сожалению. Так, пицца греется у него тут, да? Блин, не надо так играть. Так, нас тут сохранили. Как бы намекают, что будет жопа. Кто-то размораживает и греет пиццу. Похоже, она еще не готова. Глупо. Не меньше. Зажигалка резы. На ней. Кровь? Опа-сад. Если я перепрограммирую таймер, сигнал отключится почти сразу. Мне нужно, чтобы он, я так понимаю, отошел, да? Оттуда возьмем его, может... Ах да! Пицца готова! Хорошая мысль! Он решил посмотреть на свою пиццу. А, ну пусть смотрит, ок. Я надеюсь, он решит... не решит обернуться в последний момент. Вообще, мне кажется, по голове ему чем-нибудь стукнуть было бы надежнее. Не? Помните этот зал? Вот эту комнату? И эту лестницу? Понятно. Чё такое? Опа. Па-па-па. Она подключена к устройству, которое я видела в квартире резы. Что эта штука с ней делает? Зачем нужно всё это оборудование? Что это за штука? Должно быть, они её проверяют на этих людях. Так вот, зачем всё это нужно. Это не отель, это лаборатория. Мы можем что-нибудь... Ой. Что-нибудь сделать? Взломать там эту хрень, отключить её? Видимо, нет. Зачем нужно всё это оборудование? Чтоб работала эта хрень, не очевидно? Нет, мне надо искать резу. Нормально, а человека там освободить. Мне надо искать резу. Она подключена к такому же устройству, как и девушка в квартире резы. Странно. Да, тебе это ни на какие мысли не наталкивает, а? 201. Это он. Это номер, в котором была девочка. Помните? Вот та лестница, вот номер, вот этот старый древний автомат. Ой, ё-моё. Слышь, женщина, ты кто такая? Ты чё встала? Похоже, она находится где-то в своём мире. Блин, она меня напугала, если честно. Я чуть не кончилась. Замечательно. Я здесь заперта. Давайте тогда здесь остановимся. В следующей серии будем прокладывать себе путь дальше. Если мне память не изменяет, здесь придётся попотеть в некоторых моментах. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Начался экшон, началось чё-то... Начало чё-то происходить. В общем, началось... Короче, я уже всё. Короче, я уже вся. Встретимся в следующей серии. Куда ты пошёл? Стой! Не надо так делать. В общем, если эта серия вам понравилась, вы знаете, что делать. И до встречи в следующей. С вами была Сэвна. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok